Я хочу продолжить тему, которую в прошлом видео я начала. Я сейчас подумала, что я не все открыла, вопрос не раскрыт, тема не раскрыта, а конкретно тема не раскрыта финансов. Поскольку в области финансов у меня в течение жизни произошли некоторые трансформации. В общем, у меня изменилось отношение к финансам довольно сильно, поэтому, наверное, пора это как-то в какую-то стройную теорию вывести и изложить. Так, мы начнем с того, что когда я была совсем юная, я вообще всегда была очень эмоциональным человеком, и, соответственно, все мои покупки и трынки, и транжирство, оно было таким спонтанным. То есть слово «планирование» ко мне вообще никак не относилось к слову «система», это вообще было не про меня. Собственно, знакомство с финансами, оно у меня с детства было, возникло, ну, как бы приходилось зарабатывать, да. То есть, скажем так, богатыми мы не родились. Вот, бедными тоже, наверное, не родились совсем бедными, но такой доход у нас всегда был ниже среднего, мне кажется. Вот, и поэтому, если сейчас я начинаю сразу вспоминать свое прошлое, да, наверное, у меня прям такой процесс происходил, знакомство с деньгами, привычка, как бы с ними вместе быть, жить. Ну вот, короче говоря, детство было обыкновенное, зарплата там двух инженеров, мама и папа. В принципе, зарабатывать первые мои заработки были, наверное, ну, я не знаю, в четырнадцать лет я продавала цветы на рынке. У нас на даче было много пионов, и мама их просила меня их продавать. Вот, это было советское время, мне было стыдно. Я помню, что мне было стыдно. Это был такой, во-первых, я сидела среди бабушек. Вот, что я начала так издалека, я прям не знаю. Ну, как-то мозг меня привел в прошлое. Ну, ладно. Короче, я продавала пионы, пионов было по многу, продавались они по три рублей, по два пятьдесят. Это было хорошее, ну, хорошее такое, нормальное такое денюжко. А продать нужно было штук семьдесят, сто цветов. Ну, два ведра, например. Ну, вот, поэтому часов по несколько я там сидела. Это был такой первый доход. Он был не на меня конкретно, не мой личный заработок, но хоть какая-то торговля, да. Потом, потом в студенчестве, всякие разные виды подработок там через профсоюзы. Не знаю, там, помыть полы где-нибудь, покрасить какой-нибудь там кабинет. Ну, нет, не красили мы. Я помню, что мы снег долбили. Например, с одной подружкой подрядились подолбить снег. Нам за это там декан сказал, заплатим вам столько через профсоюз, выпишем там премию. Потом были такие КВН, например, поиграл в КВН, тебе заплатили за это. Ну, короче, такие разные источники дохода, небольшие суммы. Ну, понятно, первые деньги это степенья. Степенья была. Вот, ну, собственно, заработки. Когда я пошла учиться в институт, параллельно меня мама устроила на подработку в ближайшую школу во дворе, где нужно было мыть полы. Такая у меня была трудовая книжка, мне ее завели, ну, как бы стабильная прям работа, прям официальная работа. Вот, я после института у меня еще были, у меня еще было хобби. Я занималась музыкой, играла в оркестр джазовом на трубе. Вот, и по вечерам были репетиции. Потом надо было приехать домой, часов уже в девять. Уже было поздно, и надо было еще идти в школу и мыть полы. И надо было помыть, допустим, весь первый этаж. Первый этаж, ну, там, я не знаю, сколько это было метров. Ну, собственно, не сложно, но самое сложное, надо было отмывать столовую, там, эти борщи, пролитые на пол, там, засохшие. Ну, больше всего времени требовалось уходить на столовую. Вот, поскольку там надо было столы еще двигать. Короче, вот эти мои пиеты, прям вот заработок был. Работа. Потом, что, потом после института, а, еще все, 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 все лето, все летние периоды я обязательно где-нибудь работала в стройотряде. Это прям отдельная история, но, в принципе, это были заработки от средних до хороших, вот, прям до хороших, потому что последние, у меня, как бы, губа не дура была с детства, я всегда на таких работах, где побольше платят. Стройотряд, я помню, что мы ездили на стройки работать какое-то время. Практика была в пионерских лагерях, чтобы был пединститут, и надо было с детьми работать. Но это было там один, допустим, месяц, а еще было два месяца летних, ну, или там полтора месяца, где можно было работать, допустим, проводником. Вот я работала проводником, и это была работа прямо такая, мне прямо нравилось. Ну, у меня была в голове как романтика плюс заработок. Вот, конечно, такие заработки. И вот с этих, с этих денег уже можно было и одеться, и какие-то крутые вещи себе купить, там, какие-то кожаные спаги дорогущие. Вот. Это вот работа. Потом, потом была в школе работа. Ну, короче говоря, неважно, как это все потом было. В общем, работать с детства я приучала себя с детства. Вот, приходилось. Я, собственно, не против, мне всегда все это нравилось. Нисколько меня это не стыдило, не, ну, как бы, нормально это для меня было. Все работают, и я работала. У меня эти, как бы, это были... То есть на мою собственность никто не претендовал никогда. Деньги мне никто никогда не отбирал. Вот. Я могла ими распоряжаться по своему усмотрению, как мне хотелось. В плане того, вот как я ими распоряжалась, вот тут, наверное, можно рассказать. Потому что большая часть этих денег уходила... Вот тут, наверное, характер мой проявлялся. Я все-таки большую часть денег спускала на подарки друзьям. Я покупала... Ну, вот была у нас там, допустим, шумная компания из людей-музыкантов, да, которые любили музыку. Если мы шли на день рождения, то мы покупали дорогущие пластинки. Ну, даже просто пластинки, они, собственно, уже там стоили... Ну, не знаю. Нет, они были не из переплаты, а, короче, пластинки. Пластинки. Покупала себе какие-то украшения. Ну, кстати, вот сейчас я понимаю, что на себя я тратила всегда очень маленькие суммы. Отношение к себе, видать, у меня такое было с детства... На себя большую сумму мне потратить было сложно. Вот. Вот, наверное, какой бы надо сделать. Потратить на других мне было легче. Купить маме, например, что-то там, в подарок. Ну, то, что мне казалось правильным. Я могла пойти и купить. Потратить на друзей им легко. А вот потратить на себя... Я вот не помню. Я помню, что хорошие вещи, допустим, кожаные какие-то плащи, я помню, покупала. Какие-то сапоги дорогущие, битфорты. Это я покупала. Я, что называется, за ценой не постоим. Да, вот я не жалела. Но, допустим, какие-нибудь золотые серёжки. Мне даже в голову не приходило пойти купить. Расценивать это как вложение. У меня такого не было. Какие-то маленькие серёжки я, помню, себе покупала. Ну, если украшения, то я помню, что я покупала серебро. В какой-нибудь ещё комиссионке. Нет, чтобы пойти в нормальный магазин, по-крутому всё купить. Нет. Я как-то всё время чувствую. Короче, у меня какой-то, видать, загон был с детства по отношению к деньгам. Ну, видимо, я слизывала поведение с родителей. Наверное, так у нас было в семье, я сейчас не помню. Короче, поскольку мы не шиковали и всегда больших денег не было. И, видимо, отношение к деньгам было такое умеренно, размеренно, скромно, экономно. Что-то как-то так. Ну, ладно. Ладно. Потом была работа в школе, стабильный доход от основной работы. Потом, вот через три года я уже работала в недвижимости. И вот уже там доход был, что называется, выше среднего. И такой, как заработал, так заработал. Но всегда с детства, поскольку я как бы недвижимостью занималась лет 20, вот с 93-го года я занималась недвижимостью, и всегда было такое, что вот долго-долго не зарабатываешь, потом раз, сделал сделку, хороший доход сразу прилетел. То вот в момент, когда деньги вот эти большие лежали, в кожелике на столе, да, то вот это состояние, что ты можешь позволить себе купить, я не знаю, там, ну, не полмира, но полмагазина, условно, то в этот момент тратил больше всего. И я помню, что у меня вот этот вот фокус внимания, куда потратить, он переключался. Переключался он вместе с моим вот хобби, куда мне как бы, чем я в этот момент занималась, туда я тратила деньги. То есть, если, например, мне хотелось шить, то я покупала ткани, 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 у меня там этих тканей было всегда, не сносишь до конца жизни, да, но ткани у меня такой был запас, у меня до сих пор этот запас тканей, причем они все хорошие, и чем больше рос доход, тем круче были эти там ткани, там были шелка, шерсть, всякие итальянские крутые. Вот, то есть до конца жизни ткани у меня вагон, маленькая тележка, хватит обшиваться. Вот, поскольку я сшила себе ребенку и на заказ потом еще сшила, то как бы ткани я себе разрешала покупать. Вот. Потом, значит, были расходы, ну, опять же, когда друзей много, то тратишь на друзей тоже много доход, ну, расход как бы на подарки. На подарки я тратила, да, легко и просто. Вот хочу сказать, что была ли я экономной? Да, наверное. Наверное, я была экономной всегда, но мне кажется, я экономила не в тех местах, где можно было сэкономить, и транжирила не там, где надо было транжирить. То есть тогда я не воспринимала деньги как источник пополнения капитала. То есть, чтобы вложить, например, целенаправленно, допустим, золотые какие-то украшения, и там год за годом их покупать себе, там килограмм два-три и больше к концу жизни, чтобы их было много. Нет. Я помню, что мне нравилась дорогая, не дорогая, а именно изысканная, изящная, красивая, это могла быть бижутерия, это не дорогие, не золотые вещи, но это была бижутерия. И вот эта коллекция этой бижутерии у меня достаточно была такая немаленькая. Я всегда любила красиво одеваться и красиво наряжаться, и у меня было очень много разных сережек, всяких там колечек, в общем, браслетов. Прямо это у меня и сейчас есть, и я как бы просто сейчас потеряла ко всему этому интерес, но всю молодость я вот прямо любила наряжаться. То есть сюда деньги я тратила. Но опять же, был определенный предел. Допустим, купить какую-то дорогую вещь я не могла. У меня был какой-то барьер внутренний всегда. Я помню, что сам... Вот если сейчас разбираться, да, какая самая дорогая вещь у меня среди, например, браслетов. Я помню, что я дизайнерский браслет, сейчас не помню, Мариана, по-моему, бренд. Такой с эмалью, красивый, из латуни. Вот, по-моему, он за пять тысяч стоил. Магазинем таком, который продавал вот какие-то такие эксклюзивные вещички всякие. Я помню, что я вот подошла, понимаю, что я его куплю, но какой-то барьер я стояла, преодолевала, что я могу позволить себе. То есть я позволила ему не на последние деньги, а с какой-то сделки, с какой-то, ну, как бы, когда их денег много, вот маленькую сумму отщипнуть и купить этот браслет, да. Вот. Ну, в принципе, потом, потом уже, когда доход был нормальный, я золотые вещи, конечно, себе покупала, как бы, ну, поскольку они не слишком разнообразны в дизайне, я как-то их так не воспринимала, как, ну, для того, чтобы носить. Ну, на повседневку там какие-то серёжки были, да, это всё было. Вот. Что касается отношения к деньгам, первый раз я задумалась о вложениях. Ну, как же объяснить-то, когда же это происходит? Вот, наверное, когда рождается ребёнок, ты, как бы, фокус внимания переносишь на то, чтобы тратить на него, да. Ну, опять же, я врать не буду, у нас с этим был порядок, потому что моего ребёнка снабжали бабушка. Бабушка со стороны мужа, папы его, да, ребёнка. То есть одежды было много, игрушек было много, хороших, качественных, интересных, ярких. Я, конечно, покупала тоже много, но я больше покупала всякие развивающие. Развивающие там, игры всякие такое. Вот. И, опять же, мне интересно было сшить что-то ребёнку, я много шила, сшила всякие костюмы там, детский сад, вот такое что-то. Поэтому то, что бы я тратила на ребёнка, да нет, не могу сказать, что сильно много. Еды вкусной, да тоже нет, потому что питались в этих детских садах, в школах. Ну, и дома я особо как бы не любила готовить, поскольку я всегда была вот такая неловая, и не было до готовки. То есть мы ели такое, ну, не подножный корм, но простое, понятное, вот такое немножко солдатская такая еда, простая, как-то называется, аскетичная. Мы очень много питались углеводами, печенюшки, печенюшки, печенюшки без конца, вот это вот чай попил и сытый. То есть, между самым котлеты, допустим, жарить я лучше, ну, чай, бутерброд, всё, сыр, масло, хлеб, сытно, жир, углевод, белок, чай, всё, все сытые. Поэтому сюда тоже как бы больших расходов-то не было. И получается, что все доходы свои я вот объективно трынкала. Трынкала, а трынкала куда? То есть я никогда их не считала. Я очень долго не вела учёт своим доходам, я могу сказать. Я их получала и недельки за две так расходовала. Я только понимаю, что когда были хорошие доходы, я, наверное, покупала больше обуви. Вот обувь качественную, да, я покупала. Покупала ли я себе дорогую одежду? Не могу сказать, что покупала, потому что, допустим, шубы у меня за всю жизнь не было. Шубы не было. Какие-то кожаные вещи, да, были. Но... Короче, вот сейчас задайте мне вопрос, куда я тратила деньги, я не могу ответить, куда я их тратила. Их просто прогуливала, что ли, на какие-то, ну, не знаю, в кафе, может быть, проедали, может быть, в кино, может, какие-то концерты. Короче, вот как-то они приходили и уходили. Я не знаю, куда они расходовались. И первый раз я задумалась, первый раз я задумалась, первый раз мне не стало хватать денег. Это, наверное, уже было в тот период, когда ребёнок уже у меня закончил школу и уже учился в институте. И я даже помню, что прежде чем я учила в институте ребёнка, я ещё сама на второе высшее пошла и платила за себя вот как бы, то есть такие суммы нужно было, допустим, раз в семестр заплатить. Ну, какие там они большие, на 50 тысяч, это же небольшая сумма, если так разобраться, да. Но, тем не менее, надо как бы её было подкопить, вот подкопить вот это слово, то есть уметь удержать. Но поскольку я сама отучилась и, в общем-то, три года я училась, три года я платила, я поняла, что и ребёнка я выучу, ну, без проблем, там, без мужчины, ну, как бы легко. Ну, в принципе, я платила первые три года легко и только на последний, последний четвёртый год мне уже было трудно вот эту сумму набрать, вот эти 50 тысяч, наверное, потому что в тот момент я закрывала свою фирму уже и уже не работала, и у меня уже не было поступлений. Собственно, почему? Я никогда деньги не считала, потому что у меня всегда была работа востребованная, я всегда работала либо риэлтором, либо потом юристом, и всегда были доходы от людей, от заказчиков, то есть мне приносили хорошие суммы, как бы я занималась там документами, оформляла, какие-то суды вела, но деньги быстро консолидировались, собирались в кучу. И первый раз, когда возник такой дефицит финансов, это, наверное, в году в 15-м, не так-то и давно, и, скажем так, когда я отказалась от стабильного дохода, решила, что я буду переезжать, и решила, что я больше не буду набирать заказчиков себе в юридическую работу, и они у меня как бы сдулись. То есть я не стала давать объявления, не стала рекламировать свою деятельность, и, соответственно, доход сдулся. Ну и плюс общее состояние на рынке было такое, что экономический вот этот вот пошел спад, не буду говорить кризис, но спад пошел, и люди уже как бы юридические проблемы отложили так в долгую, не обращались к юристам, потому что все-таки юридическая работа, она достаточно высокооплачиваемая, такая нормальная всегда была. Вот. И, в общем, году в 15-м я уже переключилась на вторую, на второй источник дохода, я всю жизнь шила, да, либо шила, либо на заказ, либо иногда шила, либо там по желанию, либо прямо целенаправленно с увлечением, там полгода пошлю, надоест, ну не шлю больше, там не беру заказа. но вот когда эта основная работа у меня ушла, как бы я от нее отказалась добровольно, да, ну, соответственно, я переключилась на то, чтобы больше давать рекламу, что я шью, что-то делаю там, вот, но поскольку много женщин тоже стало шить, и было много конкуренции, то есть в период, когда экономический кризис, люди все вспоминают о своих вторых профессиях, и многие люди стали там за 500 рублей готовы были шить там юбку, и много на этой сумме, на этой деятельности тоже не заработаешь, да, скажем так, если ты не профессионал, и не шьешь на поток, на хорошем оборудовании, с хорошим этими, то ты, конечно, борешься с конкуренцией, зарабатываешь немного, ну там десятку ты можешь заработать, пятнадцать, ну не шестьдесят, чтобы заработать шестьдесят, нужно быть прямо профессиональным, таким заточенным на шитье человеком, чтобы у тебя было оборудование, выкройки, там время, все инструменты, вот прям так, хорошая комната, хорошее освещение, вот так, чтобы все это было поставлено, вот, и, короче, пятнадцатый год меня научил тому, что я решила, почему бы мне не пошить мех, мех, я считала, что я же всегда в таких заработках, где хорошо зарабатывать, то есть я переключила сюрпризическую работу на швейную, но не на какие-нибудь там подшивания простыни, да, а на такое, ну, платье я шила там, костюмы какие-нибудь, и я решила, что я буду шубы шить, вот, шуба, мех. С мехом у меня был опыт работы, я шила шапки в институте, еще когда я была лет двадцати, наверное, вот, вот, закончила курс и шила шапки, нормально, получалось у меня хорошо, как бы навык работы с мехом у меня уже был, я помнила все это, поэтому шубы я стала шить, там уже заработки были хорошие, пошила. Правда, я вот очень устала, опять же, зимой в холоде сидеть, шить эти шубы, это так достаточно сложно, и, опять же, приходило очень много людей, которым нужно было быстро, дешево, самое главное, дешево, как-нибудь, но быстро, потому что вот уже зима-зима, носить нечего, и вот надо, ну, переделайте мне что-нибудь, ну, сделайте там, за 3 тысячи, да, то есть 10 для них это было дорого, 5 это, ну, так, там, ну, 3, ну, 2, ну, в общем, и, опять же, я поняла, что это, все как бы трудно было эту сумму насобирать, чтобы сплатить за институт, за несколько, там, за последний год, чтобы ребенок мог закончить, поэтому, никогда я не баловала ни свое чадо, ни себя, в общем-то, не баловала, но наступил момент, когда я поняла, что нужно научиться деньги как-то экономить, вот прям, прям реально экономить, то есть я поняла, что доходов вот нету, и в тот момент я прям записывала, записывала все свои расходы, но вместе с тем, мой мозг работал всегда так, что я могла потратить деньги, если на какую вещь, которую я приобретаю, приносит мне новый доход, то есть допустим, когда я была юристом, у меня была своя оргтехника, то есть принтер стабильно свой, все программы стабильно свои, я их покупала, как бы на это я деньги не жалела, там компьютер, да, он должен быть, потому что я на нем зарабатываю, я на нем пишу иски, я на нем там в интернет выхожу, принтер, как бы это куча-куча-куча, куча копий, да, которые я делаю там для всех, вот, если, например, это швейный процесс, то я всегда понимала, что мне нужна своя скормежная машинка, своя машинка для кожи, своя там, свой оверлок, своя бытовая машинка, ну, как бы на эти вещи я не жалела, я понимала, что это вложение, то есть вот тут мой мозг работал так всегда, что я не трынкаю, а я приобретаю хорошую, нужную вещь, допустим, если сравнить меня с другими людьми, я не куплю лучше холодильник, крутой, дорогой, у меня будет какой-нибудь состоять там, ну, у меня вот сейчас береса или что-то в этом роде, какой, современный, но это береса, простой холодильник, с маленькой морозилкой, и я лучше куплю вот машинку за 40 тысяч там, например, опять же вложение, ну, допустим, у меня как бы все время такая граница есть, например, если я покупаю квартиру, да, я понимаю, какая сумма будет потрачена на ремонт, но не более этой суммы, то есть у меня, как у риэлтора, всегда было понятие, сколько в эту квартиру можно вложить денег, чтобы она потом себя отбила, чтобы потом получить с нее прибыль, пожалуй, это единственное мое качество, которое вот я могу расценить как такое здравое, любое вложение, я понимала, оно должно отбиться, даже если я тратила деньги на ткани, я понимаю, что это дает мне много плюсов, во-первых, я сама себя одеваю, ну, как бы я экономлю на покупке одежды, я выгляжу хорошо, я нравлюсь самой себе, для меня это как бы я там секси-шмекси, да, такая вся, ну, красиво выгляжу, там у меня с мужчиной все в порядке, и в конечном итоге это вложение, это как бы трынки, да, мне говорят, ты там трынки рождаешь деньги, но с другой стороны, я понимала, что я никогда не покупала одежду в магазинах, там, 10% всего гардероба куплено в магазинах, все остальное у меня либо сшито, либо связано, либо там как-то еще, когда был период, когда ребенок был маленький, я даже одевалась в секонд-хендах, выискивала там какие-то интересные вещички, хорошо скроенные, там по лекалам по-европейским, но эти вещи были прям вот, да, прям вот такие, ну, они всегда там чистые, не знаю, как бы они были всегда интересные, и они были, ну, например, не нужно составить гардероб для поезда на дачу, да, он у меня там был, там все стрекушки, шорты там, все там куплено в секонд-хенде за 300 рублей, вот, здесь вложения, вот, пожалуй, что обувь, обувь у меня как бы, когда я покупала, она была новая, дорогая, из кожи, тут я денег не жалела никогда, что касается каких-то моих вложений, у меня всегда четко стояла программа, купить дешево, заработать на этом, продать дорого, вот тут прям формула железная, если я покупала дачный участок, я его опускала в цене, так, спокойно, спокойно ждала, пока человек как бы уступит в цене, потом его покупала на самом низком как бы пороге, потом я с него там кормилась, я не знаю, витаминами не пытались, потом я понимаю, что даже сейчас я его буду продавать, он у меня отбивает все годы, там, простое, вот, такой же подход к недвижимости у меня остался и сейчас, хоть квартира, которую я покупала, она тоже куплена за там за 3 копейки, условно говоря, то есть она куплена за 3 копейки, затем в неё сделаны вложения, но вложения сделаны не безграничные, не шальные вложения, понимаете, они разумные, здесь была проведена канализация, здесь была проведена реконструкция помещения внутри, перепланировка на зоны, здесь проводка заменена, да, полы, ну, вот такое всё капитальное сделано, окна там, но это не евроремонт, это не крутые дорогие люстры, то есть то, что не отбивается, мне это не нужно, я понимаю, что я живу, ну, с точки зрения кого-то в убогих условиях, но вот совершенно не парюсь на этот счёт, потому что мне эти условия, ну, я бы их скорее назвала спартанскими, вполне комфортно, как бы все зоны у меня, ну, зонированы, как бы раз, короче, вот норм, норм, такое слово приведу, вот, приходит время, допустим, я понимаю, что нужно сделать просто ещё один ремонт, либо помещение пора продавать и переезжать в какое-то новое место, вот так, вот, пожалуй, я не любитель делать ремонт каждый год, там, вылизывая свою квартиру и умножая, там, этот ремонт, на эти, в квадрате, там, в кубе, поскольку я риэлтор, я знаю, что никогда ремонт себя не отбивает, то есть вы можете потратить 5 миллионов на ремонт квартиры, но продавать вы всё равно её будете за 3, она у вас просто больше на рынке не стоит, поэтому это неразумно для меня всегда было, вот, ну, собственно, вот такое вот отношение, вот такое отношение ко всему, такое отношение у меня ко всему, поэтому финансы, такой вот прошла я путь, вот, с молодости до зрелого возраста, деньги всегда, сначала они зарабатывались, потом они трынкались, но сейчас я понимаю, что всегда они, даже если они трынкались, какая-то часть из них всё-таки была подрынкана не просто так, а всё-таки это были какие-то вложения, пожалуй, единственный раз, когда у меня какой-то, какой-то там, ну, как это называется, психолог, что ли, дал какую-то консультацию, я спросила, что у меня, он мне сказал, что у меня с деньгами какая-то проблема, я спросила, что, почему, почему, он говорит, да ты просто много спускаешь на друзей, и вот первый раз я задумалась тогда, я думаю, а действительно, не слишком ли много у меня друзей, не слишком ли я много сюда сливаю денег, в холостую, ну, которые не приносят мне обратные, ну, короче, я разделяла эмоции от друзей, да, деньги деньгами, а дружба дружба, а деньги в росте, как-то так, в общем, я об этом задумалась в первый раз, когда вот решила, что надо сократить походы на дни рождения, что-то у меня их сильно много, вот, ну, опять же, потом возрастной период прошел, допустим, в 30 лет хочется куражиться, в 40, может, уже не так хочется, что еще, еще поездки на отдых на море, вот, сюда я тоже никогда не жалела денег, то есть ездили мы на море лет 11, наверное, подряд, пока ребенок рос, на море мы ездили, и гасились мы там от 15 до 25 дней, ну, прям, долго могли там находиться, по дней 20-25, вот, ну, соответственно, это проживание, питание, да, и расходы, вот, что еще, была у меня машина, у меня было вообще-то 4 машины, ну, вот, был этап общения с машинами, отношение к машине, тоже такое было, покупать крутую машину, я считала неразумным, ну, то есть понты понтами, как бы, понты, это не про меня, вот, я считала, что машина должна быть хорошенькой, вот, не просто там, ну, не просто скромненькой, нет, она должна быть простой, понятной, надежной, у меня была Королла всегда, Короллы, Короллы, Мазда, Короллы 2, и последняя была Скайлайн, Ниссан Скайлайн, вот, в общем-то, что, машины у меня были, наверное, лет 10, потом они у меня как-то себя изжили, вот, наверное, был период, когда пошлины подняли, и, помню, что деньги с продажи машины я потратила на поездку в Европу, вот, дочка съездила, и я съездила в Европу, то есть на расширение кругозора, на то, чтобы посмотреть мир, вот, я потратила деньги туда, ну, и опять же, даже там я все очень, как бы, экономно делала, вот, я помню, что в Европе, вот, был такой момент, когда группа, значит, я была, я была последним, кто покупал путевку, и мне сказали, что у вас не образовалась пара, то есть вас нет кому подселить, в двухместный номер, а не хотите ли вы доплатить 60 евро, чтобы жить одна, в одноместном, я тогда сказала, нифига себе, развод какой, доплачивать, это еще, что я хуже всех, но потом я согласилась, когда я доплатила 60 евро, я поняла, что это такой, это такой,